Я сегодня уже провела первую пару в 8 утра и в 10 часов решила сразу пойти побегать на стадионе, пока у меня есть окно между остальными тремя парами. И вот пока я бегала, мне в чат прислали вопрос, и мне пришла мысль, а почему бы мне не сделать рубрику «Ответы на вопросы». Итак, рубрика «Ответы на ваши вопросы». Уже темно, 10 часов вечера, мой рабочий день подошел к концу. Вот так выглядит моя сцена сегодня. Это мой рабочий стол, кондиционер. Как и обещала утром, рубрика «Ваши вопросы». Достаточно спонтанная, поэтому сегодня я отвечу кратко, но постараюсь по существу, так как на самом деле вопросов копится много. Я очень рада поделиться своими мыслями и своим опытом, знаниями. Надеюсь, что они вам помогут. Итак, первый вопрос. Нужен ли преподаватель сегодня в эру искусственного интеллекта и словарей-переводчиков? Ну, казалось бы, действительно. Ведь все можно забить в словарь и посмотреть, как это переводится и произнести. Действительно, можно, но единственное, не всегда. Да, у нас может быть переводчик под рукой, но есть одна классная штука. Переводчик, словарь-переводчик, да, любой, любой и, и нам может помогать изучать язык. То есть, если у вас есть склонность к аналитике, если вы можете анализировать языковые явления, то вы можете вбивать в переводчик фразу, переводчик вам выдает ответ, и вы начинаете анализировать, как строится эта фраза, где у фразы подлежащая, то есть, главное действующее лицо, где действие, в какой форме стоит глагол, на каком месте стоит глагол. Затем вы вводите подобную фразу, еще одну, и вы уже сопоставляете с предыдущим ответом. То есть, если вы наблюдательный человек, то искусственный интеллект, а также словари-переводчики, они помогут вам в освоении языка. Вы действительно можете вбивать туда те фразы, которые вас интересуют, получать ответ, анализировать и по аналогии пытаться построить уже свои другие фразы. Таким образом, вы аналитическим способом изучаете язык, но вместо учебника у вас словарь-переводчик и также искусственный интеллект. Как работать с искусственным интеллектом, как изучать язык с помощью искусственного интеллекта? Сейчас на YouTube огромное количество роликов, и очень много советов, как это делать, как правильно создавать запросы для того, чтобы у вас был правильный ответ. Вы можете это все найти сегодня легко, в открытом доступе. Едем дальше. Второй вопрос. Как работать с аудиоматериалом? Я так понимаю, что речь идет о диалогах, когда диалоги нам нужно прозвучить, и встает вопрос, ну а что же дальше-то с этим диалогом делать? Как мне его переработать, как мне его проработать, чтобы запомнить материал? Ну, во-первых, когда вы работаете с диалогом или каким-то разговором, или каким-то монологом, который, например, не из учебника, а вот вы услышали в сериале, и вы хотите его хорошо проработать. Здесь вступают в момент два аспекта. Первый – это языковой материал, лексика, грамматика. А второе – это фонетика и интонация. Если мы говорим о языковом материале, о лексике и грамматике, то вы делаете паузу, вы разбираете каждую фразу, вы смотрите, как она строится, повторяете ее и строите подобную фразу, но уже с другим лексическим наполнением. Если мы говорим о фонетике, то тут можно, первое, ставить паузу и повторять заговорящим, стараясь сымитировать, второе – применять технику эхо, то есть echoing technique, когда вы пропускаете буквально одно или два слова, а потом без нажимания на паузу начинаете все повторять заговорящим. У вас как бы как эхо, то есть вы будете идти как эхо. Тоже в интернете вы можете увидеть очень много примеров, как эта техника работает. Что еще можно тут сказать? Интонация. Пожалуйста, обращайте внимание на интонацию у говорящих, поскольку об этом я сейчас скажу, отвечая на следующий вопрос. Следующий вопрос. Важна ли интонация и произношение, если я только начинаю изучать иностранный язык? Ну, смотрите, на начальном этапе, конечно, вы можете не обращать внимания на произношение, на интонацию, как вам кажется, но не тут-то было. На самом деле наше понимание речи, которую мы слышим, строится на том, как мы воспринимаем звуки. И наш мозг очень интересно работает. То есть если мы правильно сами начинаем артикулировать звуки, то мы эти звуки начинаем слышать по-другому. И тут наоборот, это такая работа в оба конца. Чем больше мы слушаем, тем лучше мы начинаем сами артикулировать и произносить звуки другого языка. Поэтому совет, который дают все полиглоты, старайтесь копировать иностранную речь, то, как говорит ее носитель языка, с самого начала. То есть не произносите слово работа как work, поскольку вы в ответ такое не услышите, вы услышите слово work, а не work. И в вашем мозгу должно зафиксироваться именно work, а не work. Поэтому мой совет, старайтесь, и это облегчит вам понимание речи носителя языка. Если вы будете прислушиваться, будете копировать, и тогда вот это вот понимание придет гораздо-гораздо легче. И у вас самих начнет вырабатываться привычка говорить красиво. Поскольку что нас привлекает в иностранном языке? Ведь вы, когда слышите иностранную речь, на что обращаете внимание? На то, как эта речь льется, на то, как она звучит. Вы обращаете внимание, ага, вот итальянский язык, он такой певучий, ага, французский язык, у него такие интересные fluctuations, интересные звукоподачи, интересное звукоизвлечение. Китайский язык, он тоже звучит совершенно особенным образом, какие-то резкие и интонационно разные высоты звуков. То есть вы обращаете внимание на мелодику. Так почему же вы хотите, грубо говоря, забить на эту мелодику? Нет, мы должны эту мелодику повторять. То есть если вы слышите All my love is like a red, red rose, то старайтесь скопировать именно эту интонацию. И еще такое небольшое наблюдение по интонации. Вы знаете, что именно интонация выдает акцент. Не только то, как мы произносим звуки, а и то, как мы интонируем. Поскольку, например, вопрос Where do you live? В русском языке мы зададим Где ты живешь? В английском языке мы зададим Where do you live? Но никоим образом мы не будем задавать этот вопрос Where do you live? Это неправильная интонация. Вопросы с вопросительным словом в начале предложения с такой интонацией в английском языке не задаются. Поэтому слушайте, прислушивайтесь, слушайте, как в фильмах и носители языка отвечают короткими фразами. Например, really или really. То есть если вы ответите really, значит вы показываете искреннее удивление. А если вы скажете really, значит вы показываете такое некое недоверие к тому, что услышали. И на самом-то деле вы думаете, что все не так. Интонация очень часто передает смысл. Смысло образующая интонация. В общем, копируйте, имитируйте. Старайтесь произносить правильно с самого начала, чтобы у вас выработалась привычка красиво и правильно говорить. Следующий вопрос. Меня недавно спросили, как вы ведете свой урок русского языка для китайских студентов? На каком языке? Как вы справляетесь? Я знаю, что сейчас полетят, возможно, камни в мой огород, если меня будут слушать профессионалы, профессиональные преподаватели русского языка. Но мой жизненный опыт показал разное, поскольку я жила в разных странах и работала, у меня были разные слушатели, разные студенты, разные языковые ситуации, и все зависит от ситуации. Преподаю ли я внутри языковой ситуации? Вот, например, сейчас я преподаю русский язык вне России. То есть языковая ситуация, естественная языковая среда здесь отсутствует. Среда создается только во время урока. Кто создает эту среду? Эту среду создаю я, весь аудио- и видеоматериал, текстовый материал, то есть учебник, книги, это различные артефакты, это различные реалии, которые я приношу в класс, то есть это газеты, журналы, фотографии. То есть вот таким образом я создаю эту языковую среду. Когда студенты уходят с моего занятия, у них нет этой языковой среды, они ее могут только поддерживать, смотря фильмы и слушая что-то, либо общаясь, например, со мной или с другими русскоговорящими, которых здесь нет. Поэтому вот в такой ситуации, когда естественная языковая среда за пределами аудитории отсутствует, и когда студенты находятся на начальном уровне, я стараюсь говорить, конечно же, только на русском языке, задействуя всю мимику, все жесты, все предметы, весь так называемый body language, язык тела и жестов. Очень много примеров на русском языке для того, чтобы что-то донести, но, к сожалению, этого не хватает. Поэтому гораздо эффективнее, если грамматические явления, если какую-то лексику, если какие-то языковые нюансы, я расскажу при помощи заранее подготовленного слайда, где по-китайски я студентам разъясняю то или иное явление. Английский, да? Иногда выстреливает английский. Да, пожалуйста, не кидайте в меня помидорами. Но поскольку китайские студенты говорят по-английски, они изучают английский с первого класса школы, и у них иногда у самих машинально выскакивает вопрос на английском языке. И иногда, да, я могу ответить на английском, тут же переходя на русский. То есть я даю пояснение, и тут же мы это отрабатываем по-русски. Безусловно, 80% времени на уроке я говорю, и мои студенты, мы говорим по-русски. Добавляя китайский язык, добавляя китайские разъяснения, и иногда вплетается чуть-чуть английский язык. Капельку. Иди-ян-ди-ян. A little bit. Чуть-чуть. Дальше. Поехали. К следующему вопросу. Следующий вопрос. Как увеличивать словарный запас, и как же запоминать слова, если они не запоминаются? Это на самом деле очень сложный вопрос, и речь идет также и о работе нашей памяти. Какая у нас память изначально? Это очень важно. Многие не хотят об этом задумываться, но это так. Некоторые люди запоминают очень быстро и очень надолго. Некоторые люди запоминают очень быстро, но у них это выветривается со временем. Некоторые люди не могут запомнить. А некоторые люди запоминают, учат очень-очень долго, а потом у них это так надолго откладывается, что они вдруг откуда-то раз, и у них из-за кромов памяти всплывает та или иная фраза. Поэтому это очень субъективный и очень индивидуальный вопрос. Вы должны прислушиваться к своему телу, к своему организму, к своей органике, к своей психике. Вы должны понимать, что вам легче дается. Нужно вам увидеть слово, нужно вам услышать слово, нужно вам создать образ слова, нужно вам придумать ассоциацию, связанную с этим словом. Возможно, вам нужно применить мнемотехнику, когда вы пытаетесь найти ассоциацию, пусть даже смешную, но как это слово запомнить? И тогда вот эта смешная ассоциация поможет вам его запомнить. Вот. Это то, что касается памяти, да? Дальше. Существует техника, как повторение, определенное повторение каждый день. Для этого есть специальные программы, анкидроид, квизлит, вы забиваете туда слова, и программа сама вам предлагает слова. Например, сегодня она вам выдает одни слова, завтра она вам выдает другие слова. Так называемая spaced repetition. Повторение в определенном порядке, через определенные промежутки времени. И таким образом вы запоминаете. Следующее. Я всегда развешиваю дома, по крайней мере сейчас я это делаю с китайским языком, карточки, где у меня подписано. То есть все, что вокруг меня, я подписываю. Для того, чтобы мой взгляд падал, я читаю, в голове у меня это прокручивается. И представляете, это работает. Некоторые скажут, о, да я вообще никогда не обращаю внимания на эти карточки. Нет, нет, нет. На самом деле работает. Ну и, пожалуйста, заставляйте себя, мотивируйте себя специально смотреть на это слово. И еще раз его просто каждый день произносить, проговаривать, прям перед глазами, чтобы оно у вас всплывало. Следующее. Вы можете ввести блокноты, которые вы носите с собой в сумке и куда разописываете самые необходимые для вас фразы или карточки. И вы можете эту карточку или блокнот, маленький блокнотик достать и посмотреть, а что же у вас там записано, что же вы там записали, что вы хотите повторить. И в какую-то свободную минутку вы это повторяете. Другой метод это составление mind maps, составление карт памяти. Вы рисуете, да, в центр помещаете какое-то слово, понятие, например, work. И начинаете оплетать это слово ассоциациями, другими словами, например, work. Может быть full-time, а может быть part-time. И вы придумываете тут же предложение. When I was a student, I had a part-time job. Now I have a full-time job. Вот таким образом. Потом у вас от одной ассоциации, от одной цепочки, веточки, вы можете придумать другую веточку. Там, как оплачивается работа, какая это работа, сложная, не сложная, с почасовой оплатой, с помесячной оплатой и так далее. Еще очень важный момент. Когда вы только начинаете изучать слова. Давайте два уровня. Начинаем изучать слова. И уровень, когда нам нужно продвинуться, нам нужно сделать скачок. Если вы начинаете изучать слова, то я бы вам рекомендовала выписать 500 наиболее частотных слов. Прям вводите в словарики. И у вас будет список. Эти списки прямо сегодня существуют. Они собираются в специальные словари. И вы начинаете работать с этими словами. Вы можете забивать их в словарик. Вы можете строить с ними предложения. Вы можете выписывать их себе на карточке. И вы можете их проговаривать, придумывая, воссоздавая реальные ситуации, в которые вы могли бы эти слова применить. То есть вы работаете с этими частотными словами. Составляете с ними диалоги, проговариваете, придумываете ситуации. И таким образом прописываете, смотрите на них, записываете, надиктовываете себе на диктофон. И слушаете себя со стороны. Таким образом пытаетесь их запомнить. Звонок с урока. Это у нас такие звонки, послушайте. Прям ощущение, что мы в аэропорту. Приглашают на борт самолета. Если вы уже находитесь на определенном уровне. И вам нужно двигаться дальше. Вам нужно пополнять ваш словарный запас. Развивать его. На самом деле книги, фильмы приходят здесь на помощь. Вы читаете книги согласно вашему уровню. И на странице у вас не должно быть очень много незнакомых слов. Также не должно быть очень мало. То есть если вы на странице встречаете менее 10 незнакомых слов, то это не ваш уровень, это легкий уровень. Вот если вы встречаете на странице там 20 незнакомых слов, it's ok. Вы можете спокойно брать эту книгу и читать. Читая книгу, вы не выписываете каждое слово. Это невозможно. Вы выписываете только те слова, которые вы из контекста не поняли. И вы думаете, что это слово важно для понимания прочитанного. Или вы думаете, что это слово важно для вас. Что оно вот-вот кажется очень необходимым. Тогда вы его переводите. Если же вы понимаете слово из контекста, не останавливайтесь. Продолжайте читать дальше. Потом вы его встретите еще раз. И вы это слово поймете и запомните. Вот таким образом обычно мы работаем с книгами. И постепенно, постепенно ваш словарный запас будет нарастать. Вы писываете книжки, опять же, в блокноте, в банке дроидов по мере прочтения. Опять же, придумываете с ними сочетания. Не просто заносите слова в словарик, а обязательно прописываете с ними пример, предложение какое-то. Точно так же при просмотре фильмов. Вы не просто смотрите фильмы, да? А вы смотрите какой-то кусочек фильма, просмотрели его, поняли. Думаете, ага, вот тут я не поняла, мне хочется вернуться назад. Возвращаетесь, включаете субтитры, просмотрели, перевели, поняли. Снова возвращаетесь и снова смотрите. Вот таким образом мы работаем с фильмами. Отдельно необходимо работать с фразовыми глаголами и идиоматическими выражениями, идиомами. Это вообще отдельная лексика, которая очень сложно укладывается в голове и которую без контекста нереально выучить. Поэтому, как только вы в момент прочтения книги встречаете идиому или фразовый глагол, вы их себе тут же выписываете. Смотрите толкование и придумываете другое подобное предложение. Вы не сможете усвоить фразовый глагол или идиому без контекста. Это невозможно. Заучивать вот эти вот списки нереально. Вы должны учить их только в контексте. Есть ситуация, в ней вы увидели это слово, фразовый глагол, запомнили, проговорили, создали подобное. Вот. Ну и безусловно, вы можете брать учебник для определенного уровня. Например, вы на уровне pre-intermediate, вам нужен intermediate. Вы берете учебник уже уровня, да, intermediate и начинаете по нему заниматься. Тщательно, досконально. На все выписываю, прореживаю. Can I have five more minutes? Okay, thank you. Итак, после этого, после этого, нас, извините, нас прервали, уже 10 вечера, просят покинуть аудиторию. Итак, учебники. Безусловно, учебники приносят очень большую пользу, особенно, если у вас уровень intermediate и вам нужно идти дальше. Если это upper intermediate учебник, аутентичный учебник, это просто must, you must have. Вы идете, вы занимаетесь, вы прорабатываете все тексты, вы все слушаете, то есть вы скрупулезно работаете с учебником, обязательно все проговаривая, обязательно записывая себя на диктофон, и тогда у вас в определенный момент, через месяц произойдет прорыв. Так, ну все, мне нужно закругляться. На сегодня это тогда все. Присылайте свои вопросы, в следующий раз я еще на них отвечу. Все, ваша Аннушка, и до следующих встреч, пока! Продолжение следует...